Добрососедский субботник под таким названием жители микрорайона 6-6А решили провести массовую уборку. Ранним утром жильцы нескольких домов пришли во двор жилищного корпуса 136А. И все ради того, чтобы привести в порядок местный сквер. Жители, которые живут в 6-м и 6-м А микрорайонах, это Можайское шоссе 136А, наш дом, ЖК Дом на Баковке, Можайское шоссе 122 и вокзальная 51 и Можайское шоссе 136 собрались на такое очень доброе, интересное семейное мероприятие, которое получило название Добрососедский субботник. Желание облагородить эту территорию возникло сравнительно недавно. Активные жители микрорайона даже выдвинули свой проект на конкурс по благоустройству организованной общественной палаты Денцовского района. Мы разработали также свой проект и зачатком этого проекта является сегодня посадка яблоневых деревьев. 20 яблонь селекционных будут высажены на территории рядом с нашими домами. В субботники принимали активное участие не только взрослые, но и совсем маленькие одинцовцы. Вооружившись необходимым инвентарем, неравнодушные жители всего за пару часов очистили заброшенный сквер от мусора, сорняков и гнилых досок. Вблизи наших домов здесь ни сада, ни парка, ни сквера, ничего такого нет. Хотелось бы, чтобы детям на будущее было где провести время. У нас есть люди, у которых есть возможности деревья привезти, посадить, все это помочь, разровнять, грунты привезти, все это прочее. Так что надеемся, что у нас получится. Совсем недавно в районной администрации решалась судьба строительства нового корпуса на этом месте. Жители буквально отвоевывали у застройщика территорию между корпусом 136А и детским садом. Тогда было решено найти другое место под новый жилищный корпус. Мы сегодня собрались по инициативе жителей трех домов, скинулись, приобрели саженцы деревьев, хотим их здесь посадить, чтобы нашим детям было где погулять и внукам. Хотели бы видеть здесь сквер, какую-то зеленую территорию, потому что в этом районе практически нет места, где можно гулять с детьми. Мы планируем скоро присоединиться к многодетным родителям, у нас двое уже есть, сейчас мы ждем третьего. И, конечно, хотелось бы, чтобы для детей было место, где они могут погулять, подышать свежим воздухом. Благодаря неравнодушным жильцам этот сквер стал чистым и зеленым. А станет ли эта территория зоны для отдыха и прогулок, согласно заявленному проекту, покажет время. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Денцова». Денис Харламов, телекомпания «Денцова».